О своем участии в предварительном голосовании в региональный парламент по округу номер 15 заявили 7 человек. Начальник МСЧ-135 Алексей Азаренков, директор службы благоустройства города Андрей Олейников, заместитель директора АО «Атомтранс» Вячеслав Воловик, председатель комитета по культуре и молодежной политике Анна Королева, директор полигона ТБО Денис Кротов, директор АО «Атомтранс», депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко, генеральный директор ООО «Смоленская АЭС-сервис» Эдуард Синовоз. Согласно положению о предварительном голосовании, дебаты – это одно из ключевых мероприятий в процедуре «Праймерис». Каждый участник должен донести свою позицию до общественности, высказавшись как минимум по двум предложенным темам. В ходе работы дебат-площадок кандидаты рассказали жителям города о себе, высказали свое видение путей решения проблем в сфере образования, спорта и культуры, как сделать их более качественными и доступными для населения, обсудили значимость патриотических ценностей и единство россиян в современном обществе. Также они ответили на вопросы, заданные представителями общественности, которые присутствовали на дебатах. Все участники предварительного голосования подчеркнули важность прошедших встреч с жителями Десногорска, которые дают возможность непосредственно от горожан узнать, какие проблемы их больше всего беспокоят. Высказали свое мнение по обсуждаемым темам. Наша молодежь сегодня другая, но патриотизм у нее ничуть не меньше, чем у старшего поколения. Среди молодежи в мирное время есть немало героев России, воевающих в горячих точках. Вспомним день победы. Молодежь, держа в руках портреты своих дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, дружно встали в ряды бессмертного полка, который с гордостью сжигает по всей России. Яркий пример патриотизма – присоединение к Крыму. Молодежь не пасует пред санкциями, объявленных Западом, а стала работать, разрабатывать высокие технологии на благо своего Отечества. Я бы сказал так. Прекрасная у нас молодежь, потому что она знает историю своих великих предков, а значит, у нее есть будущее. Как Вы считаете, насколько актуальна тема дебатов о патриотизме? Я считаю, что все наше существование нашей страны было основано только на патриотизме тех людей, за счет которых мы сейчас живем. Это наши предки, деды и прадеды, которые благодарят тому, тому, что были глубоко, любили свою родину и отдавали свои жизни за то, чтобы вот мы сейчас жили. И я считаю, и мы обязаны также жить тем же заветом, который пришли от наших прадедов и дедов. Предварительное голосование пройдет уже в это воскресенье 3 июня. Его победители станут кандидатами в депутаты Смоленской областной думы. Голосование будет рейтинговое. Можно отдать свой голос за любое количество кандидатов. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. Продолжение следует...